30 августа состоялось еженедельное совещание у главы города. Игорь Александрович Ральников обсудил с коллегами насущные проблемы, которые беспокоят боевлян. Всего по городу зарегистрировано 157 обращений, из них 35 о происшествиях, заявления о краже 10, 2 дела о мошенничестве, 8 дела о ДТП, телесных повреждений 6, без вести пропавших 4 человека. Всего составлено 168 административных протоколов. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Татьяны Поповой, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 1166 человек. Всего выздоровело 1084 человека. Умерших за весь период 24 человека. Всего первым компонентом вакцины привелось 6539 человек, вторым – 5638. Вакциной «Спутник Лайт» привита 452 человека. Директор Буйской ЦРБ Игорь Нефедов доложил об оставшемся количестве доз вакцины. Первый компонент вакцины – остаток 364 дозы, второго компонента – 1031 доза. «Спутник Лайт» – остаток 636 доз. По словам Игоря Александровича, темп вакцинации в городе снизился. 27 августа в Буйской ЦРБ открыли специализированное ковидное отделение, в котором сейчас находится 6 пациентов, два из них в тяжелом состоянии. По словам начальника отдела образования Ольги Валенковой, все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. 262 первоклассника получат выплаты из областного бюджета до конца текущей недели. Все документы уже оформлены. 1 сентября линейки во всех школах города для учащихся 1, 9, 10 и 11 классов состоятся в очном формате в 10 часов утра. С 1 по 21 сентября в городе пройдут мероприятия в поддержку Дня солидарности в борьбе с терроризмом. На сегодняшний день вакцинированы 59% работников сферы образования. Начальник отдела культуры, молодежи и спорта Светлана Муравьева сообщила о достижениях наших спортсменов за прошедшую неделю. Так, с 23 по 25 августа в городе Галич наши спортсмены заняли призовые места на областной спартакеаде. 26 августа команда юношей победила со счетом 2-0 в первенстве области по футболу. На прошлой неделе 28 августа состоялась Ночь искусств, мероприятие которой посетили более 200 человек. На сегодняшний день 57,4% сотрудников учреждений культуры вакцинированы.